Десант зимних волшебников высадился на территории детской больницы в Новом Городе. Это стало доброй традицией для Росгвардии, альпинистов и благотворительного фонда Дари Добром. Акцию проводят для больных детей. Свидетелями какого новогоднего преступления в этом году стали маленькие очевидцы события, расскажет Телла Шахова. Дед Мороз спешит к ребятам в больницу поздравить с наступающим. Но на пути доброго волшебника бандиты. Они пытаются украсть мешок с подарками. У Росгвардии своя версия праздничной сказки. В злу противостоят богатыри современные. Они не допустили, чтобы дети остались без подарков. Росгвардейцы обезвреживают хулиганов, а затем демонстрируют восторженные детворе в окнах палат приема рукопашного боя. Но это только начало новогодней эпопеи, которая ждет пациентов в детской больнице святого апостола Андрея Первозванного. Дед Мороз спускающийся с неба, пусть и не на лихой тройке коней, но тоже волшебство. Ульяновские промышленные альпинисты делают это для детей из года в год бесплатно. Сердце как будто сжимается, смотришь на детей в окошке, и когда они больны, хотелось бы, чтобы они выздоровели скорее. Желание Деда Мороза, особенно в канун Нового года, закон – радость всем, а детям еще и польза. Много радости, счастья, что, как уже, наверное, мы смогли отметить и обсуждаем ежегодно с врачами, что очень сильно влияет на их выздоровление. Потому что они говорят, что позитивные эмоции, они порой лучше любого лечения. Вот эти все мероприятия, такие добрые, теплые, сказочные, они, конечно, деток не только радуют, но и работают, скажем так, с нами рукава в руку. Кульминация новогодней сказки – раздача сладких подарков, как водится, за рассказанный стих. Снег курится, снег ложится, снег, снег, снег. Ради снегу живы и птицы, и, конечно, человек. Ради снег, только дворник, только дворник, говорите, я этот вторник не забуду никогда. Илышахова, Александр Рассухин, Вести Ульяновск.